Дмитрий Беломестов Дмитрий Беломестов Дмитрий Беломестов И до сих пор еще не до конца понял, куда я попал. В целом, как для тебя сложился чемпионат мира? Очень все хорошо. Неожиданный результат. Я даже не планировал на такой. Я очень рад. Валерий, вы тоже принимали участие на чемпионате мира. Расскажите, как для вас он сложился? Для меня сложился немножко неудачно, потому что в первый же день в меня влетел чемпион Европы бывшей. И развалил мне буер. И свой развалил, и мой развалил. И это так получилось, что так быстро и неожиданно не было возможности увернуться. Хотя как бы он должен был меня объезжать. Мы оба друг друга не видели. И вот, к сожалению, так. А начиналось очень неплохо. Очень хорошая скорость была. И перспективы ожидались очень хорошие. Но такое в буерном спорте бывает, поэтому вот так получилось. В целом, какие соперники на чемпионате мира для вас это самые сильные? Какие сборные? Ну, вообще, самые сильные, пожалуй, это поляки. И американец был там пятикратный чемпион мира. Ну, поляки и эстонцы еще. Это очень сильные гонщики. Именно буеристы. Антон, а для тебя какие спортсмены, каких сборных наиболее такие самые главные конкуренты? Они спортсмены. Там есть три флота, да, гоняются в буере. И последний флот – это А флот. Золотой флот. То есть там гоняются одни из самых сильнейших. То есть идет отбор. То есть там 140, да, буеристов. Идет отбор, там потом гоняются 50 сильнейших. Вот я скажу, то есть вот эти 50, они есть одни из самых сильных. То есть там и поляки, и эстонцы, и американцы. То есть это весь флот, он очень силен. Но я так правильно понимаю, что попасть на старт чемпионата мира – это довольно-таки непросто, тяжело? Ну, непросто попасть именно вот в этот золотой флот. То есть попасть на чемпионат мира можно, любому можно. То есть там есть несколько флотов. И именно в золотой флот попасть – это была вообще самая первая, как сказать, задача. Попасть вообще в этот флот было. Это делаются отборочные гонки, проводятся. И тогда определяется, кто попал, кто не попал. Михаил Ильич, вот к вам такой вопрос. Награда такого высокого уровня в виде бронзы и чемпионата мира для России – это самый высокий спортивный результат в этом виде спорта. Расскажите, что это значит для Приморской Федерации парусного спорта? Ну, я могу с уверенностью сказать, что в настоящий момент буерная спорта и буерная наша секция, наше подразделение нашей Федерации является лучшим под заслугом в России. Мы действительно активно достаточно развиваем. Буер у нас имеет дальнюю историю. Ну, было время спада. И вот сейчас он очень на хорошем подъеме. Антон, просто вот сейчас мы говорим о последних его регалиях. А на самом деле он многократный. Он начинал с ледового оптимиста. Это вот БУРДН – это взрослые гоняются. А вот ледовый оптимист – это вот с парусом от оптимиста нашей яхточки. Он многократный чемпион России. Ну, у молодежи у них не чемпионат, а у них первенство. То есть это первенство он неоднократно выигрывал. Он неоднократно был призером на Байкале, международной байкальской регаты. И это знакомерный этап. Ну, вот действительно, авария – это два ведущих гонщика-буериста. То есть Валерий Постарший. И, ну, без сомнения, он бы был, я думаю, там вообще награждается, десятка вызывается. Потому что это очень сложный спорт. Не то, что только третья, четвертая, пятая. А там вообще, то есть то, что он был среди лучших, это однозначно. Ну, вот шведы, они любят на нас нападать, они нападали там еще в те времена. Вот тот буерист, который чемпион Европы, очень опытный гонщик, без сомнения, это как раз швед был. Вот, поэтому сейчас меня поздравили, вот многие, ну, потому что информация идет по всем нашим интернет-изданиям. Мы поздравили многие ветераны, которым уже по 80 лет, там, 65-70, то есть те, которые вот советский спорт помнят, и как все это развивалось у нас. Поэтому, ну, таких успехов не было никогда. Вот, ну, это действительно школа уже, потому что вот Антон начинал чисто с парусной яхты, дальше влюбился в буерный спорт. То есть я буеристов делю, знаете, есть как, вот есть, вернее, не буеристов, а иксменов. Есть иксмены, которые занимаются только вот летом. Вот нам не нравится, там, вот летом гоняемся, там, где-то там, выезжаем, если тут уже холодно. А есть те, которые и летом, и зимой. Вот это два представителя, которые вот только встает лед, даже он еще не встал, у них уже буер готов. Они каждый день ездят там прохладно, где быстрее всего встает лед. Когда же можно пойти на тренировки? Антон забыл упомянуть, в Европе-то в этом году тепло, и одной из причин такого успеха, это то, что он здесь хоть успел потренироваться. Плюс была куплена благодаря помощи наших друзей, таких как Денис Сторона, Слава Олейникова, была куплена на части, мы подключились, новая достаточно. И он уже приехал все-таки накатанный туда, а у них тепло. Вот тепло, не встает лед. Вот единственное озеро в Швеции, которое нашли, где и то они по воде там наполовину ездили. Поэтому сейчас вот буквально закончился, я рад сообщить зрителям, закончился молодежное первенство Европы и мира. Два наших воспитанника, опять же, наши эхсмены, буеристы, именно на ДН-ах, уже как на взрослой лодке. Полина Артюх стала и победила, выиграла первенство мира среди девочек, и первенство Европы среди девочек. Марк Лисовицкий стал пятым на первенстве мира среди юношей, молодежи, и четвертым на первенстве Европы. То есть это вот следующий задел, то есть вот, как говорится, ветераны вот стоят, а вот молодежь, которая идет и за ними подпирают. И это очень радует, потому что, ну, они были, в принципе, все вместе и тренировались. Вот как вот я там не был, но Валера рассказывал, что, допустим, даже расстроились, что Полина, если в общем зачете там со всеми пацанами ее замешать, то она девятая. Она говорит, она с такой скоростью носилась, когда вот мы там тренировались, и они уже там были, что вообще мы считали, что она там по пацанам будет в тройке, ну, по общему зачету. Ну, неважно, все впереди, это молодежь. Я надеюсь, что это будет продолжаться, ну, и когда-то мы увидим и золотых призеров. Я бы хотел, чтобы вот показал, на самом деле, вот это понятно, ему выдали это, а вот это переходящий. Давай, Антоха, покажи вот просто, расскажи, что вообще говоря, что... Ну, в Европе есть переходящие кубки за первые три места, первое, второе, третье. И, ну, тут написано 1973 год, первое награждение было, тут выиграл американец. То есть, из-за каждого соревнования здесь ставится, то есть, победитель, да, ну, за первую позицию, за вторую, за третью. Это именно доска по всем третьим позициям, кто вообще выигрывал, ну, кто занимал на чемпионате мира третью позицию. Вот. 72-го. Я правильно понимаю, то, что там будет и твое имя. Вот, да, будет вот тут вот отгравировано 20-й год, и именно Антон Диденко. Ну, это такой очень значимый трофей, да? Ну, он лишь немножко даже где-то уже потрепанный. Подержать в руке такую реликвию. В Европе это считается, то есть, самое престижное соревнование, то есть, среди боюристов. Вот Михаил Ильич уже сказал пару слов про подготовку к чемпионату мира. Теперь Валерий и Антон, расскажите, как вы готовились к чемпионату мира, более подробнее. Подготовка идет еще, когда нет льда, готовится матчасть, готовятся коньки. Потом ждем лед. У нас это где-то происходит в декабре, в начале. То есть, ездим, проверяем, ищем для себя место самое подходящее. Выезжаем туда и готовимся. То есть, у нас мы как спарринг-партнеры выезжаем, ну, в частности, вдвоем. Мы выезжаем там, втроем бывает, и тренируемся. А вот те условия, то, что в Швеции лед немножко был с водой, это как-то сказывается на результатах? Это для нас аномально. Мы такого не видели. Это для нас было впервые. У меня в первой лодке вообще было удивительно, я был в шоке. Там, ну, то есть, по всему льду практически была вода. Вот там, допустим, 2-3 сантиметра. А в некоторых местах такие были углубления, лужи. И когда я шел к своему стартовому месту, я его не мог найти, потому что флажок, который сантиметров 10-12 высотой, его не было, он был под водой. И когда я подошел, я вообще не мог понять, куда мне идти. Мне показали рядом флажок, который чуть-чуть торчал, 37-й, а я с 35-го места стартовал. Я просто зашел, ну, сантиметров на 15 был под водой. А Антон на меня потом рассказывает, говорит, смотрю со стороны и говорит, что жжу не могу, потому что я на льду стою под водой, у меня шиповок не видно, где они там. Это было очень, я не знаю, мокрое и холодное. Мокрое и холодное, да. На самом деле они же еще, но у нас есть место, будем так говорить, в советское время его никогда не задействовали, а вот уже, как говорится, вот нынешнее постсоветское озеро Ханка. Великолепнейший лед и замерзает оно самым первым. Ну, оно северное, понимаешь. Вот, и мы вот уже дважды провели, у нас есть соревнования, наши первенства края, там, посвященные там защитникам отечества, там, кубок 7 футов, буерист среди буеристов. Но вот по инициативе Валерия Александровича и всей буерной нашей секции, мы в прошлом году, не в прошлом, а позапрошлом, получается, в 18-м году впервые провели форесткап, вот, кубок именно Дальнего Востока по буеру. И к нам приехали наши друзья, вот, друзья, в первую очередь, конечно, вот, наших буеристов, это тоже великолепные спортсмены, чемпионы мира и Европы. Это, вот, немцы Йорк, то есть, Финн, Швед, Голландец, да. То есть, они, вот, приехали впервые сюда, вообще никогда не были никогда в Владивостоке, и тем более, на Дальнего Востока. И первые гонки тогда, у нас еще здесь со льдом было плохо, это все происходит в середине декабря. Они их отвезли туда, на озеро Ханка. Туда ехать три с половиной сколько часа? Три-три часа. Вот их куда-то в тайгу, там, как говорится, повезли, они тоже, там, европейцы, все, привезли, а там идеальный гладкий лед, там скорости за сотню, там трусы, они были в шоке, они были в шоке, мы их награждали, у нас просто есть такая традиция уже много лет, в декабре мы подводим итоги сезона парусного летнего и награждаем там наших всех, там, лучших, их смены, их сменка, там, за всякие заслуги, в том числе, вот, на этот кубок, мы награждение приурочили, оно как раз у них, у нас воскресенье обычно, и они приехали, все наградили. Они были счастливы, им очень понравилось, в этом году снова приехали, обещают приезжать каждый год и еще более расширять состав. Есть проблема, конечно, с доставкой материальной части, которую, ну, вот, представляете, да, надо со Швецией, там, с Германией, ее надо везти, это вот все, контейнеры, там, отправки, ну, сложно. В этом году даже получилась такая неудача, что, вот, пришел, пришел ихний матчаст, пришла на сутки позже, чем надо было стартовать. Но, благодаря своим друзьям, российским, они, конечно, были потрясены, то есть они отдали свою лучшую матчасть, отдали гостям. Сами сели на то, что совсем, так сказать, это самое, вот, если в 2018 году Антон выиграл у них у всех, но, хотя они были на своем счете, в этом году он не смог, чуть пониже был, но, тем не менее, они это все оценили, для них вот это наш, они, ну, были в шоке, когда взяли, вот, люди сказали, ну, ладно, что, приехали, вот вам, все. И вот я вспоминаю слова Йорка, который в заключительном слое, когда мы их награждали, сказал, вот, ранее раступились, Антон стоял тоже на сцене, говорит, вот, говорит, это будущий чемпион мира. Ну, будем так говорить, слова пророческие, говорится, мы не хотим там сглазить, еще что-то, но мы не боимся сказать то, что оно есть. Вот бронзовая медаль, то есть шаг к чемпиону мира сделан. Ну, Валерий Александрович, тем более, рядом подпирает, так что они у нас, почему испарин, партнеры, вот, но это здорово. Надо это увидеть на льду, когда вы, ну, вообще, смотрели хоть раз, приглашаю, да, то есть вот когда это несется, если еще по чистому льду, со скоростью за сотню, когда они несутся, вот, представь себе столкновение, практически лоб в лоб, хотя швед был не прав, нападал, против, когда они вылетали из этих своих гондол, вот так вот, со скоростью каждый по 100 километров, ну, чудо, что это самое. Конечно, они все застрахованы, но это тоже спорт такой, очень, очень, я бы сказал, это, ну, вот, вообще, парусным спортом занимается в мире, и, вот, миллионы людей, вот, миллионы, и на гонках участвуют, и просто морские путешествия, там, туризм и прочее, а вот это, ну, я уже говорил им, говорю, это вот, это определенная каста. Вот, спроси меня, я дважды сходил в свое время, хоть я там мастер спорта парус, ну, там, давно и прочее, на буйере сходил, что-то я как-то, ну, не то, что в бочку, да что-то мне холодно для начала, ну, я действительно зиму не люблю. Эти, им без разницы, вот они стоят там на льду по 3-4 часа, ждут ветра, на машине тоже особо не проедешь, это у нас запрещено, и вот они стоят с этими гурами, ждут ветра, потом, как дунуло, дунуло, и они носятся с этой дикой скоростью, радости и прочее, то есть, ну, это отдельная каста, причем она по всему миру такая вот, они вот самостоятельные, очень сплоченные, они все все равно друзья, вот они приезжают, да, это немцы, это финны, это поляки, вот у нас друзья поляки, сейчас вот скажи кому-то, да, что вот, ну, вот у нас с Польшей, да, видите, какие там отношения, терки, шмёрки, а у нас это друзья, и они нам помогают, вот сейчас вот опять же, вот сейчас с матчастью помогали, с детьми, тот буйер, который новый Антону заказывали, тоже делали они, то есть, вот спортивное, мне вот что нравится всегда в спорте, куда бы мы ни приезжали, там, на парусных гонках, потому что они точно так же на своей яхте, на фортуне гоняются, там, и за рубежом, и прочее, куда мыезжаем, вот дружелюбные, вот совершенно, как будто мы вот в другой мир попадаем, то есть, мы тут наслушаемся по телевизору, кто куда нападает, там, что-то говорят, а здесь вот, ну, совершенно, вот мы люди объединены одним делом, одним мыслью, вот спорт, это действительно, ну, вот это дружба, именно, и он объединяет, вот это радость. Расскажите про цели и задачи, которые вы ставили перед чемпионатом мира. Ну, у меня цель была, как я сказал, уже попасть в золотой флот. Это в 50? У меня, да, внешняя цель, да, когда я ездил на соревнованиях на Россию, первенство, да, там, на чемпионаты России, то есть, у меня были, да, люди, которых я должен был обогнать, то есть, я ставил себе задачу, там, ну, один, да, впереди там ходит, то есть, их было, там, ну, человек 15, да, в России, кто впереди меня там ходит, и я каждый раз я ставил задачу до кого-то дотянуться, и вот так вот, такие задачи у меня были на каждое соревнование, то есть, вот они выполнялись. А то есть, как таковой задачи взять медаль не было? Вообще, даже разговора такого не шло, то есть, ну, конечно, планировалось, хотелось, ну, то есть, те люди, которые там гоняются, для меня они были... Ну, ты же понимаешь, плохо тот солдат, который не хочет быть генералом. В прошлом году, в прошлом году Антон выиграл первенство Европы, не чемпионат, а именно первенство, до 23 лет он его выиграл. На мире он был третьим, но это, извините, молодежь до 23, а вот тут вот фамилии, они еще, многие из них еще гоняются. Там, пойми правильно, там, они занимаются, я же еще раз говорю, не только буйером, там есть олимпийские чемпионы, там чемпионы мира, там куда ни поверить, вот этот золотой флот 50, ну, я бы сказал 30, это вообще, это как небожители, это боги такие для нас, ну, для спортсменов. То есть, когда посмотреть на их регалии, и все, поэтому, конечно, он так скромничает и говорит, ну, хотя бы в золотой это браться. Он впервые гонялся на взрослом чемпионате мира. Если Валера уже гонялся на взрослом, и в Америку ездил на чемпионаты, ты тогда восьмой, по-моему, был, да, в Северной Америке чемпионате мира. Ну, и да, у меня перепуталось уже все. Не, ну, то есть, мы там, задел был, то Антон-то первый раз среди взрослых гонялся, ну, вот так вот именно на чемпионате, он гоняется среди взрослых, он сначала по молодежи отгоняется, а потом к взрослым идет гоняться, поэтому он ставил цель в золотой, потому что до этого не попадал, а сейчас вот, будем так говорить, я не хочу сказать, что там кто-то говорит, да, повезло, перевыполнил план, вот так вот, то есть он его перевыполнил. Будем смотреть и будем смотреть дальше, чтобы это все дальше продолжалось в таком же ключе. Да, Антон, у нас назад пути нет. Расскажите вообще, как вы попали в этот вид спорта? Ну, я попал это с парусного, с летнего паруса, то есть занимались, сначала на яхтах на детских ходили, там, с 7 лет вроде занимаюсь примерно, потом у нас был бувер, там, один или два, какие-то старшие ребята там, ну, собирали его, ну, никогда на нем не ездили, то есть нас в сильный ветер не выпускали никуда, а в слабый он как бы и не ездит, то есть там толкали, бегали, там, занимались, потом все, прикрылось это дело, там, яхтлуб закрыли, и с дедом решили построить, ну, буверден, вот как вот мы сейчас гоняемся, то есть самодельный был он, там, и спалок, и веток, то есть что было, то из того и собрали. Ну, и все, начали собирать его, зимой попробовали первый раз, понравилось, ну, и с тех пор вот каждую зиму на льду. Валерий? А, я вообще случайно попал, товарищ меня позвал, у нас еще есть такие бувера монотипы двухместные, вот, то есть он меня как-то позвал, поехали, говорит, прокатимся, а как раз ветер свежий дул, ну, такой хороший ветер, мы как на него сели, и там, когда, ну, под определенным углом к ветру идешь, там такое ускорение, как будто вот, ну, реально на гоночном автомобиле просто тебя выжимает, там, в сиденье, ну, реально, как на машине, там, с выпученными глазами несешься, и думаешь, как затормозить, там, тормозов нет. Вот, ну, а на следующий год перешел на ДН, потому что ДН одноместный, он поменьше, он более мобильный, его легко сам на машину закинул, сам выгрузил, собрал, сел, поехал. Монотип его один, как бы, нереально там собрать, вооружить, куда-то перевезти, это надо грузовик какой-то, вот, поэтому, вот, перешел на ДН, заказал в Америке у пятикратного чемпиона мира ДН, как оказалось, не зря это сделал, как бы, всем стало понятно, что, все-таки, топовая матчасть, это, ну, я не знаю, несколько шагов вперед, потому что, вот, когда он первый у меня пришел, то есть, получилось, что у меня не было соперников, ну, практически, когда я на нем немножко научился ездить, потому что, когда он пришел, я на нем первый раз поехал, и, ну, как бы, не сразу было понятно, как он научил гонять, ну, вот, примерно, как-то так вот и пришел. Надо, я вот сейчас еще добавлю, вот, он упомянул, Валера, монотип, и мы должны были, вот, тоже нас приглашали на наших бойеристов на чемпионат России в монотипе, москвичи, ну, давайте, мы хоть здесь вот с вами сразимся, наконец, ну, и у нас готовый экипаж был ехать, они там давали монотип, но аномально теплая погода в Москве, они так не замерзли, и у них просто вот так смотрели и облизывались, что это, поэтому, а вообще, это действительно тоже шикарный буер, действительно, ну, есть неудобства в транспортировке, потому что он достаточно громоздкий, вооружение его сложно одному собирать, и его не соберешь, ему нужен вдвоем экипаж, но я хочу напомнить, что у нас до сих пор всесоюзный рекорд скорости на буере монотип принадлежит Приморскому краю, а именно Виталий Николаевич Тимофеев, наш заслуженный тренер, там, мастер спорта всех, и всех регалий там хватает, вот они в свое время, в 72-м году, 118 километров в час, на мерной миле, все это замерялось, все, то есть это до сей поры медаль, если честно, Виталий Николаевич, ну, как бы, передал мне, как старший товарищ, как тренер, передал, говорит, знаете, что у меня большая коллекция всяких там значков и прочих регалий, говорит, давай, пусть у тебя там хранится, говорит, ты всегда, она вот у меня хранится, то есть, это тоже такое подразделение, буер не только, вот у нас три, три таких этих самых, это ледовый оптимист детский, дальше ДН, и вот уже монотип, это большой такой. Вот как раз-таки следующий вопрос, расскажите, на сегодняшний день, насколько парусный спорт и буер, в частности, популярен в нашем крае? Ну, я могу, поскольку я действительно президент, и очень долго в уже время, как говорится, президент, но и занимаюсь сам с двух лет, условно говоря, на воде, у нас сложный вид спорта, очень технически сложный, материально затратный, то есть, это вот только вот, как бы говорится, ну, взяли Валера с Антоном и полетели сначала в Польшу, потом в Швецию, вот, если бы вы видели тот чемодан специальный, в котором везутся, как минимум, по четыре пары коньков на каждую погоду, там, лед, там, мягкий, твердый, широкий, там, снеговая прослойка, там, ну, все это заточка коньков, они, этот чемодан, он неподъемный, не считая того, что, вообще говоря, сколько там за перевозку, 40 тысяч, только вот за этот ящик, чемодан, вот, поэтому, ну, есть там, это так кажется, что все, точно так же и с парусными яхтами, ну, вот, у нас, допустим, детская и юношеская сборная, там, и олимпийцы наши, просто в какой-то момент жизни мы создали флот в Москве, ну, он, когда в Москве базируется на базе ЦСКА, там, благодаря моим, там, всем отношениям с людьми, или же в Сачах на базе нашей парусной, то есть у нас всегда там есть две машины, которые тягают телегу, вот телега, на которую загружен, допустим, 8-10 детских яхт, оптимисты, лазера, кадеты, там, вот, все это, 20-420-й, все это, олимпийцы, у них отдельные автобусы для телега для 49-го, для лазера, для катера, на котором они ездят по всей Европе, вот, представляете, то есть они вот здесь вот сейчас находятся в Сачах, а им надо на принцессу Софию, а принцесса София, это в Испании проводится, и вот надо в марте, к концу марта туда прибыть там, и прочее, прочее, то есть это все достаточно, то есть это не так, что вот, как, ну, я с огромным уважением ко всем видам спорта, но зачастую там спортсмен летит, вот он взял сумку спортивную, и у него там все, вот, раз, одел и пошел на ковер. Конечно, у нас вот это все, не считая того, что вот это материальное счастье, оно еще стоит сумасшедшим, ну, не сказать, что сумасшедшим, ну, дорого. И, допустим, если брать, допустим, вот, ну, представляете, насколько массовым может быть футбол, ну, вот есть поле, полтора часа игра, ну, есть тренировки, и вот 22 человека бегают, а через полтора-два часа еще 22 человека бегают, и еще 22, то есть тут массовость очень сильно возможна. У нас, к сожалению, вот, к сожалению, вот один борт, вот, как правило, дети начинают с оптимистов, вот он один, и вот один человек, одна яхта. Один человек, когда я был маленький, вот, у нас сверху битов было 4, тогда еще фомерных оптимистов, и вот нас, пацанов, 30 человек. И вот мы приходили, стояли в очереди, вот, нас делили вот так вот на 4 очереди, все, и тренер на воде, этот вышел один, полчаса назад, полчаса, и мы все вот так вот там переминаемся с ноги на ногу, ждем, ну, там был еще тренер, который нас в это время там и отжиматься заставлял, ну, как положено ОФП, вот. Сложновато нам говорить о массовом, а буер – это вообще, в принципе, элита. То есть, вот, ну, действительно, такое вот, это надо уже, ну, вот, я их тоже иногда безбашенными называю, потому что, ну, со скоростью, попробуйте, по льду, со скоростью даже на машине, со скоростью 100 км, такое впечатление, что действительно на гоночном болиде ты несешься, а на буере, ну, даже 60-70, это вот действительно скорость, как будто ты на каком-то Porsche разгоняешься на 300 км, потому что, ну, тем более, да, правильно Валер сказал, тормозов там нет, но мы знаем, как тормозить, что значит там поставить яхту против ветра и прочее. Вот, поэтому, конечно, массовое такое, у нас стабильно, вот уже на протяжении многих лет, я бы сказал, наверное, ну, 20 лет, то есть это порядка 600-650 членов федерации. Это люди, которые вот действительно очень любят парус и им занимаются. Буэрная секция, ну, вот последнее соревнование, на старт выходило 22 ДМа, а у детей, по-моему, 5, да? 5 или 6. То есть, ну, тут еще, опять же, допустим, ну, есть у нас там 5 этих самых ледовых оптимистов, ну, понятно, больше не посадишь. А гонки, они вот сейчас, мы же не можем там проводить, сегодня гонки для одних, а потом для других. Есть такая схема там, пересадка, ну, немножко не так удачно там. Поэтому я считаю, что мы нормально развиваемся и стабильно, то есть мы, я не скажу, что там мы упали от советского времени, нет. Мы восстановили позиции, потому что когда вот после 85-го, последний раз там ездили на спартакиаду школьников, все это потом было вот просто вот так вот, перечеркнуто, все времена новые, пошли кооперативы и прочее, прочее. И все там, был заброшен спорт. Вот, и мы доходили до того, что у нас на Кубок залива Петра Великого, такая наша мощная регата, там, гордость наших 32 года проводим, выходило 18 яхт вместо 70, вместо 60, как сейчас. Понимаешь, поэтому, вот, но, конечно, хотелось бы, чтобы когда-то в советское время был и клуб «Водник», был яхт-клуб «ТОВ», был яхт-клуб, ну, он и есть в МГУ, но вот сохранили и детскую секцию открыть, был яхт-клуб «ДВОРАН», нет вообще, был яхт-клуб «Турнифа», который вот начинал, кстати, Антон, там, он так скромно сказал про деда, потому что Антон Александрович, ну, это вот движитель его такой, это самое, который вот, и особенно с Буэром, это вот его заслуга, даже не столько у Александровича, и там наша там какая-то, а вот дед его вдохновлял вот на все эти подвиги и победы, вот, но, к сожалению, этих клубов не стало, если появился их клуб там у Кондратова в этом самом, ну, нету там детской секции, разговаривал и говорил, ну, давайте там, вот в МГУ есть, ну, да, родился у нас тех клуб на русском острове в Новике, там, опять же, мои друзья, пенсионеры военные, там, помогли, алые паруса, все гоняется, и вот, причем результаты показывают тоже замечательные, и, в частности, Си Цзиньпинь два года назад вручал победителю детской регаты в классе «Оптимист» летний, и вот, когда была регата больших парусников, там еще проводилась еще масса параллельных мероприятий, включая там взрослые гонки, детские, и вот один воспитанник, ну, среди мальчиков наш был, а второй, вот, девочка была именно сверх клуба «Алые паруса», это радует, ну, хотелось бы, конечно, чтобы больше охватывали мы все это самое, сейчас хорошо находка начала развиваться, если говорить о крае, там, появились вот люди, которые, ну, вероятно, не были, но вот как-то у них появилась возможность, все тело упирается в финансы, потому что, ну, без, как говорится, нету атамана золотого запаса, ну и все. Если не будем менять матчасть, которая у нас в европейской части хранится, раз в два года, ну, край в три, то мы не будем, у нас, у нас и победители, и спартакиады мы выиграем, школьников, и по молодежи, и у нас сейчас девочка, вот сейчас в Австралии, мы надеемся, как бы, ну, держим пальцы за нее, что Маша Кислухина, которая вот 20 лет, вполне реально может отобраться на Олимпиаду в Токио, на лазере, сейчас вот чемпионат мира там пройдет, то есть она, ну, вот это все, но это все можно достигать, когда у тебя есть вот эта материальная часть. Ну, к сожалению, вот Валера сразу сказал, что на то, на чем гонялись здесь мы, и когда ему от американцев Перри, да, Шерри, да, от Шерри пришла вот эта вот гоночная машина, все на нее смотрели просто, как на, что, а сейчас ничего, сами подтянулись, хоть иной раз и в гаражах, в своих мастерсках, своими руками, ну, у нас люди рукастые, прямо скажем. Поэтому, я считаю, нормально идем, ну, кажется, хочется всегда лучше, мы будем стараться. Ну, и последний вопрос, ребята, какие планы на будущее, в каких стартах за вас болеть? Сейчас будет соревнование на Байкале, то есть там будут три регаты, это будет чемпионат России, Кубок Байкала и Кубок Азии. Вот планируем через две недели туда выезжать. Какой настрой? Как обычно, боевой. Ну, здесь, по-другому нельзя. Тут надо настраиваться всегда на верхнюю строчку. Если не ставить себе задач таких вот заулочных, ну, не будет победителя. Если человек ставит и говорит, я буду олимпийским чемпионом, а он еще пока только во дворе тренируется. И он постепенно, если у него эта задача стоит, он будет подниматься выше, выше, выше и все. И тут даже без сомнения. А там, кстати, собираются опять же те же иностранцы, потому что Кубок Азии, Кубок, международный Кубок Байкала. Чемпионат России, это немножко, да, там только наши будут в зачете. А на Кубок, он международный, туда съезжают. Послушайте, послушайте, 40 человек из Европы едут у нас. 40 человек из Европы приедут туда. Заживайте, да. Ну, и в том числе призеры чемпионата мира, да? Да, 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 да. Там серьезный состав собирается, ну, плюс наши, там тоже, слава богу, мастеров-то хватает. Может, они не были бронзовыми призерами чемпионата мира, но там все международные мастера спорта, заслуженные мастера спорта, по парусному спорту, а это, ну, мы, ну, как говорится, лед, вода, там уже. Главное, что движитель один, парус. Почему она, как говорится, и относится, будет к парусному спорту, не к каким-то отдельным видам. Он входит в парусный спорт, поэтому, ну, задачи надо ставить высокие и к ним стремиться, к этим рубежам. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам, что вы пригласили. Ну, да, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех женщин Владивостока, Приморского края, России. Всех мы их любим. Приближается замечательный праздник, 8 марта. Всем вам, в первую очередь, здоровья, любви, красоты, удачи во всем, внутреннего душевного равновесия, всех благ. Но особо хотел бы поздравить их сменок Федерации парусного спорта Приморского края, потому что мы их любим, и они у нас составляют очень хорошее ядро. Вокруг них там много что творится. Спасибо. Вы смотрели программу «Время говорить» на 8-м канале. В студии для вас работал Дмитрий Беломестнов. Увидимся на 8-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова